Джили всерьез собираются привезти в Россию мягкий гибрид, явно заточенный под Европу. Stellantis готовит возвращение Лянча на другие рынки помимо Италии. Duster опять обновили на сей раз под маркой Dacia, а Infiniti верен традициям настолько, что даже радуешься за них. Здесь неделя на колесах, с вами Катя, поехали! Марка Лянча, которая уже 6 лет выпускает одну единственную модель Epsilon на базе Fiat 500, можно было бы считать вымирающей, но на родине в Италии продают по 50-60 тысяч лянч в год. После того, как Fiat вошел в один большой концерн Stellantis вместе с Peugeot, Opel и заодно Chrysler, Лянча могла почить в Бозе, но нет. Через три года обещают выпустить новую модель, следующее поколение Epsilon, причем как в электрическом, так и в бензиновом исполнении. Затем, если все пойдет хорошо, будут полностью электрические среднеразмерные хэтч и кроссовер. И это хорошо. Geely довольно существенно обновили российскую версию своей модели Atlas, добавив к названию приставочку Pro. Изюминка в силовом агрегате. Впервые китайцы предлагают в России мягкий гибрид, то есть комбинацию трехцилиндрового турбодвигателя 1.5 и 48-вольтового стартер-генератора, такую же, как на Volvo XC40. Коробка-робот с двумя сцеплениями, вместо гидромеханики на Adore-стале. Все это завернуто в жирную комплектацию с панорамной крышей, кучей систем активной безопасности и прочим фаршем. В чем тайный смысл вывода такой модификации на рынок, непонятно. Может, это просто европейская спецификация, которую в Россию завезли по остаточному принципу? О, нет. На глобальном сайте Geely в регионе Европы по-прежнему только Россия и Беларусь. Нету даже Украины. В общем, смело, но вряд ли потенциально успешно. И это, друзья из Geely. Современный инжиниринг с Volvo это круто, но прикрутите хотя бы сертификат безопасности к своему сайту, а то не солидно. Infiniti представили свой семейный Cross QX60, где единственная сенсация – это смена вариатора на 9-ступенчатую гидромеханику, причем от ZF. Забавность в том, что у Renault-Nissana есть собственный придворный производитель автоматов – Jatco. Но такого продвинутого продукта, как ZF-овский 9HP у них нет. Пришлось идти на поклон к немцам. Мотор нового финика – один из последних уцелевших мастодонтов старой эры – 3,5-литровый VQ-35. Вообще непонятно, почему его еще производят и как это допустили экологи. Ну а платформа и вообще все остальное у QX60 от Nissan Pathfinder. Infiniti, как известно, решили больше в свою инженерию ничего не вкладывать и вернуться к изначальной концепции лакшери Ниссана. Что ж, салон и правда лакшери. На вид очень приятный. И агрегаты достойные. Ждем в России! Как и обещали на прошлой неделе, обновился европейский вариант Duster под брендом Dacia. По большому счету, все свелось к освежению внешности и кое-каким плюшкам в салоне, типа новой обивки и 8-дюймового экрана мультимедии. В релизах пишут про новый робот с двумя сцеплениями, который вообще-то уже был на Duster и сочетался с дизелем. Потом его убрали из гаммы, а теперь вернули назад и спарили с топовым 150-сильным бензиновым мотором. Кстати, это тот же 1,3 Turbo, который продается и у нас, но развивает 130 сил. Для ультраэкономов есть битопливная версия. Там литровый трехцилиндровый двигатель, работающий на бензине и пропане, с запасом хода 1235 километров. Неплохо. Но у нас Duster свой, и большая часть спроса приходится на обычные атмосферники, которые в Европе давно не предлагают. К нашим публикациям. Михаил Кзовский катнул обновленный Кодиллак Escalade. Там по-прежнему большой V8, а автомат 10-ступенчатый. Плюс есть некоторые любопытные детали в интерьере, типа огромного изогнутого дисплея. Борис Игнашин собрал типичные поломки старых Volvo S60 первого поколения. Там очень, очень много воды в порогах, неудачно расположенный блок управления и не только. Михаил Баландин решил провести натуральный эксперимент с приводными ремнями. Искупать их в масле и проверить в лаборатории на разрыв. В качестве подопытных неповторимый оригинал и жалкие аналоги в три раза дешевле. Результаты как минимум интересные. На этом сегодня все, друзья. Все ссылки на материалы вы как обычно найдете под видео на ютубе. С вами была неделя на колесах и Катя. Увидимся в следующем выпуске. Всем пока!